Продолжаем развлекаться, называется перепутанное состояние. Зачитают стату, значит термин неудачный, да, звучит. Иногда их называют сцепленные, иногда запутанные, в общем перепутанные. Почему перепутанные? Потому что впервые этот термин в русскоязычной литературе появился в журнале «Успехи химии» в 1936 году. Введен этот термин в физику Эрвином Шредингером чуть раньше, в 1935 году. Вот у него была статья, она называлась в русском переводе «Современное состояние клантовой механики». Термин по-немецки звучит, я вот еще раз посмотрю, «Werschrankung». Кто знает немецкий язык? Ну, в общем, вот запомните. Запомните? А по-английски это называется entanglement. То есть перепутанное состояние – это entanglement. Ну, а термин entang, как говорят наши интерпретаторы – entanglement. Ну, не надо так говорить никогда. Значит, чтобы было понятно, о чем речь, по словам классика, немецкий термин, который я сказал, больше не буду повторять, он означает «крепкое рукопожатие», буквально так показывается. А вот entanglement state, то есть люди, которые понимают одновременно немецкий и английский, говорят, что entanglement state – это как спагетти. Вот они вот переплетаются, то есть это тоже неудачный термин. Крупкое, крепкое рукопожатие по-немецки. Да, вот прямо так. То есть они крепкие и они вот так вот сцепились друг другу. И вот эти макароны, которые… А по-русски вообще не понятно. Ну, дальше будет интереснее. Значит, ну, это некая предтеча, вы понимаете. То есть, на самом деле, если шутки сейчас в сторону оставить, да, это, как говорится, ресурс квантовой теории информации. То есть на этом ресурсе много чего построено в дальнейшем. Да, и мы начнем… То есть сегодня мы попробуем количественно так вот… Ну, главное, чтобы понятие возникло, описать эти состояния. А дальше будем рассматривать сначала парадоксы Штейна-Подольского розума, интересные. Потом неравенство Белла и всякие там телепортации и прочее, что интересно. Предлагается вот такая интерпретация. Вот давайте мы… Вот есть доска, да, это некое множество, мы представим, да, которое двумерное расположено. Вот все, что слева этой черты, поставим индекс 1. Все, что справа, дадим этому индекс 2. Теперь вот так поделим доску еще. Получилось 4 квадранта. А чего смеетесь? Нет, не надо мной? Свои нет, тогда может в это самое, куда-нибудь другое место. То есть, смотрите, все, что будет снизу от этой черты горизонтальной, мы вот такой символ поставим. Ну, что хотим, то и ставим. Вот поставили такую символ. А все, что сверху, вот такое. Это пока предтечь, да. Представим, что вот здесь находится некий источник, тоже немножко физика пошло, хотя вот такая абстрактная физика. Он излучает частицы парами. И вот в этом пространстве плоском сохраняется импульс. То есть, если одна частица полетела вот сюда, то вторая обязательно полетит вот сюда. Ну, то есть, смотрите, вот это первая частица. Все, что слева от вертикальной черты, это первая частица. Все, что справа, это вторая частица. В этой картинке частица первая полетела вот в этот вот квадрант. Лево-верхний. Поэтому мы вот этому состоянию, что такое состояние, я не буду вам объяснять, вы сами знаете. Поставим вот такие индексы. Это у нас по определению 1, да, и частица первая. И вторая полетела вот в нашем изображении в правый нижний квадрант. Поэтому мы и состояние у нее 0 и 2. Ясно, что все многообразие направлений, в которых может излучиться две частицы, не исчерпывается вот этим квадрантом и этим квадрантом. Есть еще вторая ситуация. Какая? Ну, наверное, первая частица летит сюда. Я, чтобы их отличать, пунктир нарисовал. Значит, раз это верхняя половина, значит, это у нас 1, но индекс 2. А это летит сюда, и индекс у нас 0, 1. Понятно, да? Теперь как записать это математически? Напоминаю, что суперпозиции в квантовой механике, это, когда их озвучивают словами вербально, это частица или, союз или. Поэтому предлагается такая вот запись. То, что происходит на плоскости доски, предлагается рисовать таким образом. Значит, первая частица 1 в состоянии, тогда вторая обязательно, они же парами излучаются. 0, 2. Это мы охватили вот эти два квадранта, да? Вот так они могут излучиться. Либо или первая частица полетела сюда, а вторая полетела сюда. Вот две группы возможностей. Ну, чтобы теперь дополнить это математически, да, мы должны поставить какие-то амплитуды. То есть то, что будучи возведенным в квадрат, даст вероятность того, что вот такая ситуация сложится. То есть вот они полетят в этих направлениях. Ну, либо вот в этих направлениях. Поэтому поставим тут C1, а тут поставим C2. Ну, и напишем все это равно C1,2. Вот двухчастичное состояние, совместное состояние квантовой системы. Одно из возможных. Оно, естественно, не исчерпывает всех возможностей состояния двухчастичных систем. Вот написано здесь, называется перепутанным. Ну, почему перепутанным? Ну, потому что мы не можем записать, что вот это состояние Пси 1,2 является вот таким факторизованным произведением. Не факторизуется на состоянии только частицы 1 и только частицы 2. Ну, как вы не стараетесь преобразовывать, если будете честным, алгебраически это выражение, а вы к этому не сведете никогда в жизни. Хотите, попробуйте. Ну, вот первое определение перепутанных состояний вот такое, что если состояние двух компонентов, а мы сейчас говорим только о двух компонентах, до тех пор, пока я специально не буду оговаривать. Если состояние совместной системы, двухчастичной в данном случае, не сводится к прямому произведению состояний подсистем, такое состояние называется перепутанным. Ну, всякие, давайте, замечания. Во-первых, поскольку мы вот в левой части этого равенства и этого стоит вектор состояний, мы договаривались, да, раз вектор состояний, то есть мы описываем чистое состояние. То есть состояние, которое полностью определено, да, так просто на всякий случай. Второе, ну, как-то вот не очень мне во всяком случае, да, и я думаю, что вы вслед за мной тоже согласитесь. Вот определение содержит некое отрицание, а хорошо бы его сделать позитивным, утверждением, да, то есть вот, если что-то так, да, то, наверное, ну, то даем такое определение. А здесь, если что-то не так, то даем определение. Вот есть некий налет вот незавершенности. Это второе замечание. Теперь давайте попробуем вот немножко формализовать то, что происходит в левой части доски. Значит, предлагается вот, ну, формализуя вот то, что здесь нарисовано, отметить следующие, ну, аспекты. Во-первых, для того, чтобы ввести вот перепутанное состояние, надо как минимум две подсистемы. Ну, это понятно более-менее. Второй аспект – то, что должен быть некий параметр, который принимает, ну, по крайней мере, два значения. Вот у нас, смотрите, если две частицы, вот одна условно первая частица, а вторая вот таким индексом, да, две частицы. Это, значит, ну, сложная система. Она не сводится к описанию состояния одной системы. Значит, две. А параметр, который принимает, по крайней мере, два значения – это вот этот вот. То есть каждый из них, что один, что два, может быть либо ноликом, либо единичкой. Ну, разумеется, вот этот вот символ может быть любым. Мы тут выбрали 0,1, ну, не знаю, ну, потому что выбрали. Теперь, что еще фигурирует, вот я опять стернен преждевременно, да, что вот обязательно надо отметить – это жесткие корреляции. Что такое корреляция вообще, по-вашему? Ну, вы смотрите, что предлагается. Опять, это вот моя интерпретация, да, но мне она нравится до сих пор. Это синхронность флуктуации. Ну, подумайте, да. Что такое флуктуация? У вас есть какая-то величина, которая испытывает отклонение от какого-то там характерного значения. Вверх, вниз, там, больше, меньше. Причем это происходит случайно. Вот флуктуация, то, что происходят какие-то вот колебания относительно там чего-то, всегда есть оттенок случайности, да, флуктуации. А корреляция флуктуации – это вот что такое, что вот есть вот одна частичка, да, условно, вот вторая частичка, вот некий параметр, который вот постоянный может быть, да, а может колебаться, то есть флуктуировать. То есть вот здесь вот какая-то вот такая, ну, вот случайная какая-то функция, да, она отклоняется, ну, скажем, от среднего значения. Так вот синхронная флуктуация означает, что здесь для второй частицы будет синхронно все происходить. Причем, ну, синхронность термин в широком смысле может синхронно быть, то есть в фазе, может противофазе, может сдвинуть по фазе, да. Ну, ясно, что давайте условно нарисуем, вот у нас тут было, как бы если первая 1, то вторая была 0, да, то есть противофазе, так, напрашивается. Я попробую это изобразить, ну, в общем, ну, что-то вот такое и так далее, да, понятно. Опять, к чему я клоняю? Вот едете по улице, стоят столбы, да, справа-слева, справа-слева. Это корреляция? А что флуктуирует? Ну, вот справа столб, и через 200 метров опять столб, и через 300 метров опять столб, и слева тоже самое. Вот ничего не флуктуирует, да. А вот если бы справа столбы стояли не через, опять, это очень все вольно, да, просто чтобы вы понимали, вот, ну, некие нюансы. А если бы столбы стояли справа, вот не через 100 метров, а через 1, через 52, через, там, 73, вообще не стоял. Вот. А слева тоже самое. Вот тогда это уже больше похоже на корреляцию. Ну, потому что есть все атрибуты, да, есть два параметра, право-лево, столбы, да, а столбы расположены через какие-то случайно, через флуктуирующие расстояния. Ну, в этом смысле вот похожа картинка. Тут можно придираться, понимаете, да, но вот я хочу, чтобы отложилась какая-то суть. Вот. Ну, и сильные корреляции, там, я сказал, да, или там, жесткие корреляции. Вот это уже количественная величина, поэтому тут словами тут можно руками махать. Значит, классики, ну, ну, давайте такой пример, вот, да, нет, это, наверное, сильные корреляции. То есть, вот, столб может быть, а может его не быть, да, то есть он случайно появляется справа, и обязательно случайно слева появляется, а может не появится. Тогда вот это, ну, опять, очень условно будем называть сильными корреляциями. А может он там немножко сдвигаться, там, относительно как он, но он всегда есть. Я не знаю, насколько это понятно, но надо с чего-то начинать. Вот. Теперь давайте напишем сразу состояние, которое обособленно стоят вот в этой науке. Они называются состояниями Белла, их четыре. Сейчас тоже немножко про них поговорим. Значит, четыре, они вот, они так группируются. Вот одно из них мы фактически уже здесь написали. Вот их две группы, они называются Пси плюс-минус. Давайте один-два, да, чтобы сохранить целостность обозначения. Один делить на корень из двух. То есть эта штука подчеркивает, что если ее по модулю в квадрате возвести, и даже не по модулю, оно действительно уже, получится одна-вторая. Одна-вторая, это вероятность того, что вот либо вот такая ситуация возникает, либо такая. То есть это равновероятная суперпозиция. Да, и здесь будет стоять, значит, 0, 1 на 1, 2, плюс-минус 1 на 1, 0, 2. То есть пара стоит, да, либо плюс, и здесь стоит в суперпозиции плюс, либо минус-минус. Напомню, что минус – это Е в степени, минус – это Е в степени и Пи на всякий случай. Вот одна пара состояний, Бэлла. Вторая пара состояний Бэлла, ну, просто изображений симметрии, да, они называются Фи. Плюс-минус 1, 2. Составляется 1 делить на корень из двух. 0, 1, 0, 2, плюс-минус 1, 1, 1, 2. Ну, тоже более-менее понятно. То есть вот на этом языке импульс будет сохраняться в другом направлении. То есть обе частицы могут прилететь в эти квадранты, либо в эти квадранты. Вот четыре состояния. То есть можно убедиться, я не буду этого делать. Ну, хотите, сделаем, что они ортогональны все. То есть надо взять скалярное произведение. Ну, скажем, там, Пси минус умножить на Фи плюс. То есть здесь любое и здесь любое. Да, и убедиться в том, что, ну, подставить просто, что они ортогональны. Будет ноль. Ну, ноль только если это разное состояние. Если одно и то же, конечно, будет единичка. Еще раз, читаем их таким образом, что с вероятностью 1, 2, вот реализуется либо такая комбинация парой частиц, состояние парой частиц, либо такая. Какая из них, непонятно. Теперь глубже копаем. Смотрите, слева стоит вектор состояния. У справа тоже очередный вектор. Состояние чистое. Возникают резонные вопросы. Он много раз будет возникать. И тут я прошу, чтобы все остальное можете забыть. Это все лирика, там, столбы. А вот тут надо сейчас напрягаться. Если мы сейчас попробуем подсчитать состояние подсистемы. Вот нам дано чистое состояние совместной системы. А мы хотим узнать, какое состояние подсистемы. То есть либо с индексом 1, вот этой частички, либо с индексом 2. И сразу забегая вперед, просто из того, что мы уже знаем, видно, что первая частица может быть либо… Сейчас первое, вот это вот, то, что слева от черты. Может быть и единичкой, и нулем. В классике этот вопрос, в общем, тривиален. Я напоминаю, да, что если у нас есть распределение какой-нибудь совместной двухкомпонентной системы. Там x, y, например, да. То очень легко посчитать состояние подсистемы. Состояние, ну или маргинальное распределение. Состояние первой, функция распределения первой подсистемы есть просто интеграл. Вот так, от x. Интеграл по лишним переменам называется, по dy, то есть по тем, которые не входят в x. От совместного распределения. Ну, аналогично, p2 от y равняется интеграл pdx, p12 от xy. Да, вспоминайте. В квантовом случае, вообще говоря, вот как… Может быть, я это одни не подчеркнул, но я думаю, более-менее очевидно, что вообще волновую функцию или вектор состояния отдельно для частицы 1 и отдельно для частицы 2 здесь вообще невозможно записать. Ну нет их. Вот старайтесь, не старайтесь – нет их. А что есть? Как описывает состояние? А? Вот цеплодность. Она для того, собственно, была введена, чтобы описывать взаимодействующие системы. Вот. А здесь вот из того даже, что я говорил, ну тоже интуитивно может быть ясно, что речь идет о тех системах, которые когда-то взаимодействовали или сейчас взаимодействуют. Вот они… Вот две частички в каком-то процессе родилось, то есть они взаимодействовали, да? С третьим, может быть, там, спонтанно, может быть, и разлетелись. Вот они поэтому перепутаны. Да, матоцеплотности. Ну давайте, значит, что делаем мы? Тут я все сотру уже. Я не помню, мы вычисляли это, не вычисляли. Ну давайте сейчас вычислим, это довольно просто. Вот. То есть матоцеплотность зачем ободелась? Что если есть матоцеплотности двухкомпонентной системы, сложной системы, составной. Помните, атом полиэлектромагнитный. Вот отдельно атом от поля, но нельзя посчитать, нет в данной функции. Матоцеплотность прекрасно считается. Если нам дана РО 1,2, то РО 1 есть след по индексам второй подсистемы, аналогично тому, как это было при интегрировании в классических системах. Вот РО 1,2. А РО 2 равняется след 1 от РО 1,2 тоже. Вот зачем нужна матоцеплотность. У нас чистое состояние, поэтому матоцеплотность тривиально считается. По определению есть Пси 1,2 умножить на Пси 1,2. Это вот произведение, смотрите, это столбец, а это строка. Их произведение, это матрица. Ну, то есть все нормально. Размерность матрицы какая? Сколько строк, сколько столбцов? 2,4,4. Можно 6 на 6, 8 на 8 перебирать, но вы вторым оказались. Ну, как считается? Следите за руками. Давайте, какое берем состояние? Давайте, которое мы уже взяли, да? Мы брали с вами Пси плюс, да? Вот выписывали. Значит, считаем. Равняется. Равняется. 1,2. Перемножили. Вот 1 делить на корень из 2 превратилось в квадрате, в 1,2. Ну и начинаем здесь выписывать. Значит, 0,1. Я для сокращения экономии времени буду убирать вот этот символ. То есть вот это состояние тождественно 0,1,1,2 вот так записывается. 0,1,1,2 умножить на 1,2,0,1. Первое слогаемое. Второе. 0,1,1,2 умножить на 0,2,1,1. Плюс 1,1,0,2 умножить на 1,2,0,1 плюс 1,1,0,2 умножить на 0,2,1,1. Перемножили, да? Четыре слогаемых. Теперь нас волнует. Давайте попробуем посчитать состояние подсистемы. Первое, например, да? Это и есть след от ρ1,2. По индексам лишним, да? То есть вот мы интересуемся матроцеплотности первой подсистемы. Значит, мы находим след от матроцеплотности 4 на 4 по переменам второй подсистемы. Вот как глядя на это выражение, найти след, то есть сумма диагональных элементов по второй частице. Ну вот смотрите, вот стоит 1,2,1,2 диагональный элемент. Значит, нас волнует этот элемент. Этот не является диагональным. Видите, вот здесь 1,2,0,2. Вообще убираем, он не входит в сумму. Этот аналогично, 0,2,1,2 не входит. А здесь есть 0,2,0,2. Теперь след, да, это сумма. То есть мы должны вот этот индекс вообще убрать. А когда мы его убираем, остается от этого слагаемого. Вот здесь пишу. Да, просуммировали. Вот эта штука ушла, осталось 0,1,0,1. Одна вторая. 0,1,0,1. Плюс 1,1,1. Простите, 2,1, конечно, правильно, 1. А это что такое? Полная смесь. То есть, видите, оказалось, что у нас есть перепутное состояние. Мы взяли состояние было. Одно из четырех. Можете то же самое проделать с тремя остальными. Оно чистое. Мы ищем состояние подсистемы. То есть либо первый частиц, либо второй. Поверьте, что если вы делаете то же самое со второй частицей, окажется 0,2,0,2 плюс 1,2,1,2. То же самое. Полная смесь. Это свойства чистых, они называются максимально перепутанными состояниями. Максимально перепутанные, потому что это равновесовая суперпозиция. Один делить на корень из двух. Свойства этих максимально перепутанных чистых состояний в том, что состояние подсистем смешанное, полностью смешанное. Это некий нонсенс. В классике такого придумать нельзя. В классике, если вы знаете состояние составной системы, описываясь с помощью вот этих функций распределения, то вы, конечно, знаете состояние подсистемы. И оно тоже, в общем, существует. А здесь получается, что если состояние полной системы полностью определено, энтропия в ноль, поскольку это чистое состояние, вспоминайте. А состояние подсистем энтропия максимально, оно полностью смешанное. И это некое такое свойство квантовых систем. То есть из полного хаоса, такого классического хаоса подсистем, вдруг складывается совершенно чистое состояние двухкомпонентной системы. Это очень важный момент, такой гносеологический. Есть вопросы по этому поводу? Ну, надо просто привыкнуть к этому. Вот тут вот один мешок, там шум полный, смесь. Второй мешок – полная смесь. Оказывается, что бывают ситуации, если это смеси коррелированные, вот как мы говорили, то есть синхронно флуктуирующие, что выбирая из этих мешков состояние, они окажутся вполне себе чистыми. Значит, давайте немножко парадоксов подпустим. Я надеюсь, что раз вы молчите, либо ничего не понимаете, либо все понимаете, давайте второго придерживаться. Интереснее, потому что если первое, у меня уже нет силы повториться. Значит, вот двухкомпонентное чистое, максимально перепутанное состояние, энтропия ноль, оно полностью определено, описывается вектором состояния, а подсистемы, их две, они совершенно… это шум просто. Давайте попробуем написать теперь некое выделенное состояние, но трехчастичное, и посмотреть, вот такие свойства для него выполняются или нет. Ну ясно, что их много таких, да, можно придумать состояние нефакторизованных, то есть те, которые не разбиваются на… вот здесь у меня было написано, да, на прямые произведения волновой функции первой системы, на вторую, на третью, если мы говорим о трехкомпонентных системах. Ну вот предлагается такое состояние, оно называется, оно именное. по-английски это GHZ, Гринберг, Хорн, Цайлингер, все живы-здоровы до сих пор. Зайлингер к нам приезжал два раза. Значит, ГХЦ по-русски. Гринберг, Хорн, Цайлингер. Состояние так и выглядит. Значит, Пси 1, 2, 3 равняется 1 делить на корень из 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, плюс 1, 1, 1, 2 и 1, 3. Определение. То есть, прежде чем его интерпретировать, давайте еще раз проговорим словами, что такое состояние Белла, то есть двухкомпонентное, чистое и перепутанное. Оно означает, что если мы каким-то образом узнали, что состояние первой частицы 0, то что мы можем сказать про вторую? Однозначно. То и вторая будет 1, я бы сказал. Нет, подождите, мы сейчас про это говорим, я пальцем показываю. А если мы померили состояние первой частицы 1, то вторая, то есть на 100% будет 0. Это и есть вот те самые жесткие, сильные корреляции, но при этом есть синхронная сфлуктуация, потому что никто не знает, помните, это смесь, какой будет первая частица 0 или 1. Но, коль мы уже померили, что она 0, то вот это слагаемое мы просто выкидываем и остается единичка для второго. Понятно, да? Смотрим сюда. Если мы померили каким-то образом, что состояние первой частицы 0, что мы еще можем сказать? У всех остальных 0, правильно. А если у второй частицы состояние 1, то и у первой и третьей тоже 1, и никаких других вариантов нет. Запомнили? Теперь нет времени, я не буду это преобразование делать, оно элементарно. Я посмотрю на это состояние, повернув голову на 45 градусов, то есть поменяю базис. Я думаю, что для вас очевидно, пятый курс физически, что если мы поворачиваем голову, то состояние с того не меняется. Это какое-нибудь вызывает сомнение? Молчание. Либо все понятно, либо ничего не понятно. Форму может быть изменяется, а суть нет. Суть, вот правильно, суть не меняется. Отлично. Я переписываю теперь вот эти, то есть такие преобразования делаю. Смотрите, 0, ну 1, например, да? Давайте ИТ. И равняется 1, 2, 3. 1 делить на корень из 2, ну давайте вот так, А плюс Д. Диагональные, антидиагональные, да? Диагональные плюс 45, голову повернул, антидиагональные минус 45. Они остаются ортогональными при этом, да? А ортогонально Д. А1 ИТ равняется 1 на корень из 2, а ИТ, если ИТ надо поставить, минус Д. Ну, можете убедиться в свободное от работы время, что эти два состояния ортогональны, да? Ну, собственно, кто бы сомневался. Ну что, я имею в виду, что А ортогонально Д. Обратные преобразования, ну, они точно так же выглядят. Я не буду убедить. А равняется 1 делить на корень из 2, 0 ИТ, минус 1 ИТ. Ну, это просто линейное преобразование. То есть вот от такого базиса к повернутому на 45. То есть вот нам предъявлено вот такое состояние в базисе прямом, да? HV. 0,1. Теперь мы на него посмотрим вот в этом базисе, подставив это преобразование. Я не буду подставлять, сразу напишу ответ, если не ошибусь. Равно. Коэффициент не буду писать, он сейчас не важен. То есть окажется вот, что ДДА плюс ДАД плюс АДД плюс ААА. С коэффициентами. Ну, везде 1, 2, 3, да? Теперь начинаем интерпретировать это состояние. Еще раз. Мы просто посмотрели вот на то состояние ГХЦ в повернутом базисе. Допустим, мы каким-то образом измерили состояние третьей частицы. Она оказалась А. В каком-то состоянии окажутся 2 других частицы? Почему не можем? Смотрите, значит, если третья частица А, мы оставляем это слагаемое и вот это слагаемое. Нет, смотрите. Остается для первых двух состояние, извините, Д1, Д2 плюс А1, А2. Ну, поверьте, с одинаковыми весами. Это состояние максимально перепутанное, чистое, Белловское, Фи плюс. Теперь вспоминаем, что было до этого. Мы говорили, что если мы интерпретируем это состояние, просто ровно поставив нашу голову, то измеряем состояние третьей частицы, мы точно знаем состояние первых двух. Ну, вот в этом случае, если мы померили единичку для третьего состояния, первая частица будет точно в состоянии 1, вторая будет точно в состоянии 2. А здесь мы померили состояние частицы 3, и оказывается, что... В каком состоянии будет, скажем, первая частица, по-вашему? Ну, мы только что это вычисляли. Это максимально перепутанное состояние. Вопрос о том, в каком состоянии находится подсистема, ну, первая, например, да? Какой ответ? В смешанном. То ли А, то ли Д, непонятно. Понимаете, к чему я уклонил, да? И какое бы вы не взяли вот тут вот... Ну, давайте, для примера, там, вот просто от балды. Вот теперь давайте... Вот пусть первая частица у нас Д. Мы померили. В каком состоянии будут две оставшихся? Вот раз, а вот два. А на Д плюс Д на А. Это состояние Пси плюс. Опять то же самое, да? То есть мы, узнав точно, в каком состоянии находится первая частица, ничего не можем сказать о состоянии подсистемы. Ну, значит, вот парадокс давайте оставлю вас на этом. Терзация, да? Как так получилось? Вот у вас есть состояние, которое вообще от вас не зависит. Вот вы смотрите в одном базисе на нее, на это состояние, и говорите, точно можете померить состояние всех. Узнав состояние одной частицы, вы точно знаете состояние двух других. А в другом базисе смотрите, вообще черное что получается. Понятно, что парадоксов нет, то есть надо от них избавляться. Ну, просто потерзайтесь как-то. Таких много будет терзаний. Потому что обычно студенты, чем они старше, тем они меньше терзаются. Все понятно в жизни, да? Уже повидали. А тут вот наоборот. Потерзать. Это стимул. Порассуждать. Таких еще раз много будет. Ну, вы хотите ответ, парадокс? Порадокс. Я знаю, что есть ответ на парадокс. Но вы потерзайтесь все-таки. Понятно, да? То есть, в общем, если у нас полная ясность с описанием двух компонентных систем, интерпретация, аппарат, все работает, то с трех компонентами и выше, когда подсистем больше, значит, чем больше, тем непонятнее. Но понятие перепутанных давайте пока, значит, сохранять. То есть, это, ну, с одной стороны, невозможность факторизовать, но с другой стороны, там есть некие меры. Если у меня хватит терпения и у вас, мы на них дойдем. А не хватит тогда в следующий раз. Ну, давайте немножко физика, да? То есть, вот как это физики? Ну, вы, наверное, много раз слышали, рассказывали вам разные лекторы у нас на кайфе. Есть такой прекрасный эффект, называется эффект спонтанного параметрического рассеяния света. Он состоит в том, что аккурат прямо, как я рисовал, только немножко в повернутом базисе. Вот кусок, ну, кристалл, да? Кусок, у которого Хи2 не равно 0, да? Есть квадратичная восприимчивость. Он может излучать пары фотонов. Так, сейчас давайте я буду сразу правильно рисовать. Вот так, под меньшим. Так, это вот частичка 2, фотончик. Это 1. А помните, что такое фотон, да? Примерно вот. Это если освещать этот кристалл накачкой, памп. Это вот называется сигнальный условно, это холостой. Вот. Ну, 1-2 давайте в наших обозначениях. То есть, известно, что с некой вероятностью, ну, так феноменологически это же называется, да? Фотон накачки может распасться на пару фотонов. Это значит, что если мы померили, вот, фотон зарегистрировали здесь, он обязательно тут есть. Более того, у него есть обязательно какие-то свойства, да? То есть, там, частотные соотношения. То есть, энергия сохраняется. Омега, план сохраняется. Омега. С плюс Омега. Айдлер. Можно здесь вот написать постоянную планку, и будет энергия. И, ну, импульс поперечный сохраняется. КС плюс К Айдлер. Вот так. Ну, это вот не совсем верно, потому что импульс сохраняется вот в том направлении, где среда безгранична. А вот поскольку это тут конечно, то надо, честно говоря, приписывать там некую расстроечку. То есть, вот, из-за ограниченности кристалла, длинного вот этого, да? Продвольного импульса, храняя источность до обратной, обратной величины. Да? Один дилет най. Ну, это уже нюансы, которые сейчас не очень важны. А что важно? Важно, что вот это физический процесс, он наблюдается. Вот, я говорил, да? Это рабочая лошадь, там, современной квантооптики, даже там, квантоинформатики, квантовой коммуникации. У этого процесса есть спектр, у этого излучения есть спектр. Спектр формируется, спектр накачки свойствами кристалла. В частности, длиной. И там дисперсия, законам дисперсия. Ну, короче, вот сюда летит излучение, которое состоит из таких вот, да? И сюда летит. Причем они коррелированы. В хорошем смысле синхронно флуктурируют. Почему? Потому что статистика этих фотонов в каждом канале Пуассоновской. Случайный процесс. Он может прилететь, может не прилететь. А помните, Пуассоны значат, что вероятность появления следующего не зависит от того, был предыдущий или нет. И только один параметр этого процесса Пуассоновского – среднее значение. Ну, давайте попробуем изобразить вот эти вот фотоны. Значит, обязательно есть парный и так далее. Ну, тут они получились регулярными, но это не противоречит гипотезе случайности. При конечной выборке я не старался. Но главное, что если есть Петод, обязательно есть парный. Он может, конечно, потеряться здесь, на границе отразиться, да, просто коэффициент отражения. Но это некие технические нюансы. В целом процесс такой сложный, что в среде обязательно пара излучается. У них есть спектр. Раз мы рисуем вот эти вот огибающие волновые пакеты, то есть спектр длиннокогерентности. А помните, да, что такое длиннокогерентность? Можно поставить здесь интерферометр. Давайте поставим прямо. Ставим здесь интерферометр Махацандера. Вот такой, не вырожденный. То есть у них плечи разные. И начинаем их двигать. Ну, в какой-то момент интерференция вот здесь вот. Она называется первого порядка по интенсивности или второго порядка по полю. Я напоминаю. Второй порядок по полю, потому что два поля складываются. А первый по интенсивности, потому что одна интенсивность. Ну, в какой-то момент вот здесь вот видность исчезнет. Причем, вы поверите, что вот спектр этого излучения довольно широкий, поэтому вот длиннокогерентности там мизерная. И здесь тоже самое поставим. Давайте симметрично расположим. Махацандер. Ну, изобразим то, что я говорил только что. Вот это будет Фи. Первая частичка, да, вот это первая у нас. Это единичка ставила или двойчика сверху. Посмотрите, у вас рисунок осталось. Единичка. А здесь будет у нас Фа, мы вносим. Фи2. Это второй фотон. То есть в каждом из плеч, из плеч, из плеч, из плеч. В каждом из каналов располагаем фазовую задержку. Для того, чтобы убедиться, какая там длиннокогерентность. Просто операционально. Теперь давайте вот до того, как мы поставили эти интерферометры, попробуем написать волновую функцию, вектор состояния. Этого двухчастичного состояния. Вот здесь. Значит, Пси. Один, два. Кто скажет, чему равна? Давайте. Это уже, как нифиги воробьям показывать. Откуда единицы на корне двух? Еще раз. Подождите, вы слишком умные для этой аудитории. Я извиняюсь. Вот смотрите, если здесь полетел фотон, то он здесь полетел. И все. Где параметр какой? Откуда один делит на корень из двух? Давайте я так напишу. Сигнальный, на холостой. Давайте нехорошо сигналим, я буду вот так, 1s и 1i, вот прямо в фокусской состоянии, то есть если есть этот, обязательно есть и все, параметра больше нет. Помните, мы там, когда начинали эту лекцию, говорили, что доска делится на 4 квадранта, первая частица полетела сюда, вторая полетела сюда, а если первая туда, то вторая сюда, здесь нет этого туда-сюда, тут один фотон и второй фотон, ну если совсем в детали не вдаваться. Согласны? Теперь вот интерферометр, я утверждаю, что появляется туда-сюда, потому что первый может полететь сюда, а может полететь туда, понятно? С вероятностью будет 50%. И вот здесь вот они потом объединились, и получится что? Смотрите, вот каждый фотон, ну давайте пренебрежем вот этой потерю, вот сейчас этими потерями, да? Это просто нам выкинет половину событий. Вот, но если мы будем смотреть на эти палочки после такого сильно не вырожденного интерферометра, как будут палочки выглядеть? Можете сказать. Была одна палочка, а здесь она может полететь либо по длинному пути, либо по короткому пути. Возникает задержка. Ну то есть вот из каждой палочки превратится два, суперпозиция будет. Правильно? Здесь парочка, здесь парочка, здесь парочка, то есть каждый из них получает возможность полететь по двум путям. Вы либо киваете вот так, либо так, чтобы я двигался дальше. Киваете вертикально. Переписываем вот это вот состояние после интерферометра. Веса сейчас опускаем в нормировке. Значит, сигнальный, да? То, что полетел у нас, вот сигнальный сверху. Он может полететь либо по длинному пути, либо по короткому пути. И к длинному пути прикручивается фаза. Поэтому я, вот давайте здесь ставлю стрелку, вот это там неравенство будет, да? В смысле не неравенство, а не будет равенства. Будет некое преобразование, да? Значит, смотрите, первый фатон, сигнальный, он может быть в такой суперпозиции. Он может пойти по короткому пути, вот S это short, а может пойти по длинному пути, L, да, вот первый фатон, да, первый фатон. И у длинного пути есть фаза, E в степени и, F1. Это вот то, что стало с первым фатоном. Да, он просто может пойти по двум плечам интерферометра. Скобка. Внизу пишу то, что стало со вторым, но аналогично, очевидно. Он может пойти по короткому пути, short, а может пойти E в степени и, F2, L2, по длинному пути. И тут по-прежнему стоит вот это вот произведение. Можно? Где-то напишем 1, 2. В этом вопрос, да. Но сигнальный, холостой. Это сигнальный, это холостой, да. Ну, вопрос в обозначении. Вот этот фатон, да, фокусский, превратился в суперпозицию, потому что мы не знаем, никто не знает вообще, поверьте, куда он там полетит. С вероятностью 1, 2 полетит наверх, вот, по длинному пути, ну и наоборот. По-прежнему обратите внимание на состояние факторизованное, да, вот он стоит знак. То есть все, что до этого символа, векторного произведения, это относится к первой частице. Все, что справа от этого символа, это относится к второй частице. Факторизованное состояние. А дальше мы, мы же экспериментаторы, да, блудное племя, мы начинаем химичить. Вот как из этого состояния сделать перепутанное состояние? Перепутанное, то, которое, помните, по первому определению, нехорошему, не факторизуется. То есть, очевидно, надо вот из этих вот четырех слагаемых какие-то убрать. Да, тогда, собственно, равенство нарушится и факторизация исчезнет. Я не случайно сказал экспериментаторы, потому что это вот надо делать как-то руками, вот в эксперименте. Знаете, что предлагается сделать? Предлагается поставить, регистрировать только те события, которые происходят одновременно. Вот фотон, это палочки, да, это, грубо говоря, какой-то, ну, как мы говорили, да, вот. И он на однофотонном детекторе дает просто импульс, который уже можно посчитать. Предлагается здесь поставить детектор первый, здесь поставить детектор второй, и у них есть счетчики, да, вот здесь, а есть схема совпадений. Что такое схема совпадения? Приходят два импульса, вот, скажем, одна наносекунда каждый импульс. Одна наносекунда это то, что сформировала нам, вот тут такая электронная схема, да, которая регистрирует импульс однофотонного детектора и формирует из него стандартный импульс, там, амплитуду 3 вольта длительность одна наносекунда. И мы невольно, хотя это очень грубо и вульгарно, мы отождествляем понятие вот этого импульса, которое можно померить прямо, счетчиком посчитать, да, понятие фотона, который упал на этот детектор. Это целый, там, курс лекций можно этим прочитать. Можно так делать или сделать, но я предлагаю сделать так, так проще жить. Значит, эта схема, схема совпадений, как работает, приходит одновременно два импульса, и она выдает импульс на выходе. То есть это называется логический элемент, такой, и, да, перемножение. Но это так все для не очень хорошо подготовленной публики, потому что скажут, что значит одновременно. Всегда у этих схем совпадений есть параметр, ворота. То есть если импульсы пришли в пределах некого параметра, который характеризует работу этой схемы, называется время совпадений. Ну, коррелятор просто-напросто. Тогда дается отсчет на выход. Если они не попали в эти ворота, ну, не дается. Ну, вот есть окошко Тао в этой схеме. Тао совпадений. Ну, буквально, вот если вот здесь мы ставим эту схему совпадений, вот это Тао, да. Тао накрыло эти два импульса, будут совпадения. А если Тао, вот скажем, вот этот импульс никогда не будет совпадать с этим импульсом, потому что задержка между ними больше, чем характерное время. Так вот, я предлагаю эту Тао выбрать сильно больше, сейчас, простите, сильно меньше, чем время, на которое они разлетаются в интерферометре. Время задержки интерферометра. Вот здесь давайте Тао задержки, и здесь Тао то же самое, да. И тут важно сказать, я, по-моему, не отметил, да, что Сын одинаковый интерферометр. Задержка одинаковая. И вот мы считаем, что Тао совпадений много меньше, чем Тао задержки. А что такое Тао задержки? Какое я предлагаю сразу взять, чтобы избавить себя от терзаний лишних? Я предлагаю Тао задержки взять много больше, чем Тао когерентности. Вспомните, мы начали с того, что, говорим, вот есть излучение, вот из дырки в стене прилетает, мы сразу хотим понять, какое у него время когерентности, или время корреляции, или длина продольной когерентности, чтобы оценить, сколько там фотонов в моде. Мы ставим для этого интерферометр, и начинаем двигать его плечи. В какой-то момент видность интерференции упадет до нуля. Мы говорим, ага, вот эта вот задержка, вот этот Тао-З, больше, чем время когерентности, или время корреляции. Вот мы берем такую задержку, чтобы оно было существенно больше, чем время когерентности. Это значит, что вот тут никакой интерференции фотона самого с собой не будет. Так, взяли такую задержку. И она, вы успеваете следить за быстрым ходом мысли? И эта задержка много больше, чем окно схемы совпадений. Но я утверждаю, я думаю, что вы согласитесь, что тогда из четырех слагаемых, а понятно, какие четыре слагаемые, short 1, short 2, short 1 на L2, L1 на short 2, L1 на L2. Вот такая манипуляция, физическая причем, экспериментальная, приведет к тому, что от четырех слагаемых останется два. В смысле регистрации парных событий. Какие останутся? Какой-нибудь другой, скажите. Что останется от четырех слагаемых? Правильно. Значит, тогда ПСИ 1, 2. Это называется постселекция. То есть есть какой-то процесс, и мы искусственно, в данном случае экспериментально прямо, то есть путем физических манипуляций, выделяем какую-то часть событий. А вторую просто за гидрой не смотрим. Они не дают вклад в эффект. Мы регистрируем только парные совпадения. То есть она оказывается вот такой. С1 на С2 плюс, не забываем про фазу, Е в степени И, Фи 1 плюс Фи 2 на Л1, Л2. А это что за состояние такое? Ну, перемножьте просто, честно. Как двойная. Вот. Ну, все честно. Как это состояние называется? Я уже стерок. Это состояние Белла Фи плюс. Ну, вернее, насчет плюса я тут как бы можно... Плюс зависит от того, какая будет эта фаза. Она может и минус, кстати. Если Фи 1 плюс Фи 2 будет минус, простите, Пи, значит, тогда здесь появится минус. То есть это группа состояний Белла, чистых, максимально перепутанных состояний Белла, которые прямо называются... Да, вот максимально перепутанными. То есть мы руками из факторизованного состояния сделали перепутанное. Я опять не буду это выводить, это не входит в мои планы и совсем... Хотя это тривиально. Вот вопрос очень, на самом деле, интересный. Ну, с точки зрения интерпретации, он тоже приводит к разным парадоксам. Смотрите, что такое. Я сейчас отру. Хотя, может быть, это и надо сделать. Ну, давайте, поверьте на слово. Вот я тут считаю число этих совпадений. Совпадений? Это есть величина, которая пропорциональна вот квадрату модуля. Давайте, Пси, вот этой вот. Давайте, со штрихом, она уже перепутанная. пропорциональна. Вот если вы... Ну, или я сейчас ленюсь просто, ну, потом, может, у меня будет настроение, я вычислю это как для другого процесса. Вот написано состояние, да? Можно взять его квадрат модуля. Но ясно, что результат, после того, как вы... Это вот кет-вектор помножить на бра, получится число, да? Это скалярное произведение по модулю в квадрате. И вот так будет определяться вот этой фазовой компонентой. Ну, поскольку квадрат модуля будет косинус этой величины. Это, собственно, и есть проявление интерференционных эффектов. Ну, вернее, проявление того, что это суперпозиция. Помните, когда... Ну, вот точно в курсе квантовой электроники я, когда рассказывал про принцип суперпозиции, я просто там раскрывал эти скобки. Сейчас понятно, о чем речь. Не будем... Мы там когда-нибудь впереди для аналогичного состояния это сделаем. Сейчас просто не хочется терять время. В общем, эта штука оказывается пропорциональной. Там будет косинус квадрат от φ1 плюс φ2. Вот еще раз. Тут важно сосредоточиться. Есть два детектора. Они щелкают всегда. Они щелкают на эти фотоны, на эти фотоны, на задержанные, на все подряд. Есть счетчик, который щелкает только на совпадающие. И мы договорились, что число этих щелчков прорежено. То есть мы оставили... Поскольку задержка много меньше, чем расстояние, на котором они разделяются, будет их в два раза меньше. Тем не менее, он щелкает. На это будет как раз эта штука. И что получается? Если мы крутим одну из фаз или другую фазу, или обе фазы вместе, давайте одну зафиксируем, вторую крутим. Число совпадений здесь меняется от максимального до нуля. Отчеты есть всегда, потому что эта вещь вообще не влияет на интенсивность. Потому что мы договорились, что эта задержка сильно превосходит длину когерентности. Поэтому крути здесь фазу, не крути. Число щелчков этого детектора постоянно. Число щелчков этого детектора постоянно. Более того, теперь умные люди уже количественно посчитали, что такое состояние подсистемы для максимально перепутанного состояния. Это смесь. Это просто шум. Совершенно случайный поток этих вот палочек, которые, ну, как бы раздвоенные палочки. А оказывается, что, будучи объединенными вместе, то есть при регистрации уже двойных событий, а на правильном языке это значит, мы регистрируем состояние в целом. Оно испытывает интерференционные свойства. Потому что оно чистое. Вот. Ну, мне кажется, что, я не знаю, как вам, но мне кажется, это наглядная интерпретация того, что происходит с максимально перепутанными состояниями. То есть вы работаете с двумя смесями, смеси, конечно, коррелированные. Потому что в итоге у нас чистое состояние. Ну, и парадокс в том, что вот, ну, что вы не делаете шумом, он остается шумом. Но этот шум, оказывается, да, будучи правильно померенным, может дать прекрасно себе интерференционные эффекты. Ну, в более высоком порядке. Потому что это, еще раз, интерференция называется второго порядка по полю, а это уже четвертого порядка по полю. Да, когда мы складываем вот так вот, квадрат-модуль берем вот двухкомпонентную систему, здесь квадрат-поле, и здесь квадрат-поле четвертого порядка. Наблюдаются интерференционные эффекты. Но еще это не все. Самое интересное, на мой взгляд, ну, и не на мой тоже, и лет 20 назад это сводило с ума вообще-то половину публики, неподготовленной. Смотрите, стоит сумма фаз, да? Вот вы можете синхронно настроиться так, что вот эта сумма равна π пополам. То есть косинус равен нулю. То есть совпадений нет. И вы крутите при этом их, то есть сумма равна π пополам, а дальше начинаете синхронно крутить эти фазы. Понятно, да? Так что сумма оставалась π пополам. И у вас отчеты все равно, вернее так, совпадений этих импульсов никогда не будет. Ну, как-то я не вижу пафоса в вашей реакции. Попробуйте себе представить, что тут все, вот я больше ничего не могу добавить к этой очень простой картинке. Во-первых, из двух шумов получается прекрасный себе интерференционный эффект. Он проявляется в том, что вот число совпадений, пропорциональное квадрату модуля вот этой волновой функции, которую мы посчитали, зависит от квадрата косинуса, аргумент две фазы. Ну и как следствие этого, да, вы можете этот аргумент зафиксировать, равным, например, чуть пополам, или любой другой взять, ну там единичка. Просто наиболее наглядно, мне кажется, когда совпадений нет вообще, не будут считать эту схему здесь. Вообще ноль на выходе. Фазы крутите, с точки зрения шума здесь, шума здесь, вообще ничего не меняется. И совпадений никогда нет. То есть в свое время, ну и до сих пор, люди, которые вот, часто приходят, люди безграмотные, причем воинственно безграмотные, которые начинают тут тень на плетень наводить. Что-то нелокальное. Это мы подробно будем говорить. Нелокальная связь, там регистрируется, значит, фотон здесь, что-то там исчезает. Там информацию можно со скоростью больше, чем скорость света передавать и так далее. Ну предлагается, ну подумать немножечко на досуге. Вот. Формулы очень простые. Как это интерпретировать? Ну я люблю повторять, что интерпретация дело вкуса. Лишь бы она не противоречила тому, что наблюдается в эксперименте. Вот обращаю ваше внимание, тоже важно, с точки зрения уже в физике процесса. Обратите внимание, что стоит сумма двух фаз. Вот в любой интерференции, например, в этой классической, однофотонная она называется, но не в смысле того, что там один фотон интерферирует, что тут два поля интерферирует. Потому что этому вот явлению, которое сейчас рассказывает на языке вот этих пуль, прекрасный есть аналог, это обычная интерференция света. Там интерферируют поля из этой точки, из этой точки. И всегда там входит выражение, там кость или сила с разности фаз. И выражение, разность фаз. Там пи, и так далее. Вот атрибутом вот такой двухфотонной интерференции является сумма фаз. Ну, если хотите, это тоже натяжка, но надо какие-то простые конструкции, которые позволяют выжать. Это атрибут неклассичности. Вот такое двухфотонное состояние, оно проявляет свойства, которых нет, которые нельзя объяснить с точки зрения классической оптики. Вот один из этих атрибутов это суммарная фаза. Натянуть до утверждения? Ну, пока берите его бесплатно. Вот. Ну, давайте, чтобы логически завершить вот этот блок, хотя я, правда, два затянул. Ну, вам понятно, о чем я говорю примерно, да? Отлично. Значит, другой способ получения перепутанных, максимально перепутанных, ну, на практике, экспериментальный способ получения таких состояний, он тоже на основе эффекта спонтанного проэнтернического рассеяния. На этой же картинке сейчас покажу. Значит, вот, опять я тороплюсь стирать, но у вас эти выражения осталось. Значит, short-short плюс E в степени и φ1 плюс φ2 лонг-лонг такой тип состояния называются перепутанными по координатам энергия-время. Вот так называется. Ну, наверное, потому, что каждый щелчок этого детектора отразляется с неким пакетиком волновым, и вот наша картинка вот эта, она раздваивается, каждый фотончик, в смысле энергия, начинает делиться в такую суперпозицию. Ну, наверное, поэтому вот такое вот приелось название. Я сейчас расскажу про другой, начинаю рассказывать про другой способ получения максимально перепутанных состояний. Называется поляризационное перепутанное состояние. Вот такой процесс, я даже не буду стирать, он, поскольку он происходит в кристалле в гизотропном, излучение всегда на выходе поляризовано. Вот один из режимов, он называется синхронизм типа 1 в нелинейной оптике. Это когда поляризация этих фотонов одинакова. Там может быть либо необыкновенный, либо обыкновенный. Это помчится такое, да? Ну, аж в этом, если бы мы ориентировали кристалл в лабораторной плоскости. Ну, пусть они будут все аж. Этот аж, этот аж, этот аж и так далее. Ну, то есть аж это горизонтально, да? Вот так этот кристалл устроен, что мы его сориентировали определенным образом, поэтому вылетают фотоны, поляризованные горизонтально. Теперь берем такой же кристалл, прям точно такой же, второй, поворачиваем на 90 градусов и ставим подряд с этим кристаллом. Давайте вот эту ось так направлена. Точно такой же кристалл, кусок, вот прям по толщине, у него ось вот так направлена. Этого мало. Ну, вы нелинейную оптику знаете, чтобы получился такой процесс, надо, чтобы накачка была определенным образом поляризованной, ориентированной. Ну, обычно для таких вот синхронизмов, типа один, если излучение поляризовано вот этих двух модах горизонтально, накачка будет поляризована вертикально. Давайте вот так, ПВ. Это вот для первого кристалла. Очевидно, что если вы кристалл повернете на 90 градусов, синхронизма не будет. Это очевидно? Ну, примите, что это очевидно. Поэтому, чтобы он был, надо в накачке поменять поляризацию. То есть вы поставите здесь пластинку, лямбда пополам, и повернете поляризацию накачки на 45 градусов, так, чтобы была всегда компонента, которая дает вклад в синхронизм для этого кристалла, а ортогональная компонента дает вклад в синхронизм для этого кристалла. Понятно? То есть накачиваются оба кристалла. Причем, заметьте, что вы можете, поворачивая эту пластинку, менять доли интенсивности накачки в определенной поляризации. То есть регулировать, какой из кристаллов будет больше излучать, какой меньше. В противофазе. Теперь что получилось? Из этого кристалла излучаются фотоны, поляризованные горизонтально. А из этого кристалла фотоны, которые поляризованы вертикально. Причем важное замечание, фотоны идут очень редко. То есть мы предполагаем, что вот эта пара излучилась либо в первом кристалле, либо в втором кристалле. События, при которых две пары родилось, очевидно, это события более высокого порядка малости, они должны просто наложиться, и мы их не учитываем. Поэтому состояние, которое вылетает из этого кристалла, теперь становится таким. То есть у нас сверху, мы договорились, единичка сигнальная, а это холостой. Никаких интерферометров нет. Значит, Пси 1,2 равняется, давайте так пишем, H1. Если первый фотон поляризован горизонтально, второй как будет поляризован? Тоже горизонтально. Потому что это пар, которая вылетела из, в данном случае, второго кристалла. H2. Теперь возможная ситуация, что пара родилась в первом кристалле. И никто этого не знает, где она там родилась. Тогда будет плюс, давайте напишем, е в степени и Фи, некая фаза, V1 на V2. Опять получилось максимально перепутанное состояние. Если только мы поставим здесь одинаковые коэффициенты. Например, 1 делить на корень из 2. Ну, что легко достигается правильным выбором вот этой пластиночки, ориентации пластиночки. Это еще один способ получения в эксперименте, но уже другого типа реализации перепутанного состояния на основе поляризации. Вот тот, то есть energy time, это просто регистрация импульсов, которые определенным образом синхронизированы между собой. Можно сделать с помощью интерферометра. А можно с помощью поляризации. Ну и то, что мы с вами будем рассматривать, получается, не на следующей лекции, а через лекцию. А по-моему, если не память не изменяет, следующей лекции не будет. Мария Владимировна будет читать. Ну, поэтому вы все забудете, был повысленный, мы начнем сначала. В общем, на этих огромный спектр разных парадоксов, эффектов, которые будут дальше рассматриваться, в эксперименте основаны на этих двух типах, ну и там еще есть несколько, еще парочка, типов экспериментально приготовленных, перепутанных состояний. Они вот в лаборатории, вот у Григо-Хасана сейчас есть такие состояния, там у нас их полно. Причем, ну, примечательно, что в руках экспериментаторов очень много ручек разных. То есть можно сделать эти фотоны разноцветными. Ну, буквально один, например, там видимого диапазона, а второй вот у Григо-Хасана вообще терагерцовый диапазон. Можно сделать одинаковые частоты, ну, с точки до ширины спектра, конечно. Можно их заставить распространяться в разные стороны, вот как здесь нарисовано. Можно в одну сторону. Кстати, в одну сторону тоже примечательно. Смотрите, вот они вылетают оба в одном пучке и одного цвета. Так можно назвать частотно вырожденный коллинеарный режим. Потом ставится светоделитель. И тут опять есть сигнальный и холостой, и вы не знаете, какой из них. Они одновременно летят в одном направлении с одинаковой частотой. И поэтому каждый из них может отразиться, а каждый может пройти. Есть у одного, например, поляризация вверх, а у другого поляризация вот такая. Есть такие синхронизмы. И тут ставим два детектора. Какие из тут ситуации возможны? Ну, последнее напряжение мысли. Сюда летят фотоны. Цена одинаковая. Единственное отличие по поляризации. Но мы не знаем, какая поляризация. Тут стоит обычный светоделитель, который в обе поляризации, он не селективен. Какие пары событий возможны вот в этом уже двухмодуме свете? Если тут, давайте, ну хорошо, это поскольку поляризационный эксперимент, то можно построить поляризатор. И здесь поляризация. Если здесь щелкнул H, какой тут щелкнет? Тут есть, видите, вот это вот V, а это H. Только такие есть. Если тут щелкнул H, очевидно, второй только V может щелкнуть. Но сюда мог прилететь и V, потому что эта штука не знает, что она. Поэтому вот здесь состояние записывается как HV плюс VH. И опять я немножко лукавлю, потому что я уже в уме сделал эту постселекцию. Почему? Потому что на самом деле ситуации, когда два фотона с ортогональной поляризацией делятся на светоделитель, их четыре. Оба летят сюда, HV. Оба летят сюда, HV. Сюда летит V, сюда летит H. Сюда H, снова V. И мы постселекция, то есть когда регистрируем совпадение, убиваем два слагаемых и превращаем в факторизованное состояние, а именно вот такое, максимально перепутанное, вот такое. Видите, это другой тип уже, я не случайно написал. Это HV плюс, давайте поставим, E и F на VH. Вот по сравнению с таким. Вот и все. Техника, которая развивалась интенсивно в 80-е, 90-е годы прошлого века. И это так все, ах там, ах, с придыханием, ах такая интерференция двухфотонная. А сейчас это уже никаких нях, это просто как телевизор. Вы когда кнопку нажимаете в телевизоре, какие там электроны летят, куда они отклоняются, вообще даже не знаете, что это такое. Просто работает и все. Только темно, щелкаете. И здесь то же самое. Уже никто не знает, как из квантовых инженеров, как работает этот эффект. Он покупает в магазине вот такую коробочку, куда нужно посветить, даже с лазером уже. Все. И просто ручки поворачивает. Ну, вы же образование получаете, поэтому вы должны знать, как работает телевизор. Все, сегодня хватит.